Эта международная выставка в рамках симпозиума проходит уже в 19-й раз. В этом году более 100 участников не только отечественной производителя, но и страны СНГ в этом году присоединились и в Соединенные Штаты Америки. Фирмы, заэлектронированные, холодная вода, горячая вода, отопление. Все данные счетчиков автоматически поступают в единый центр. Снимать их показания уже не нужно. Пока это только на макете. Но 14 домов в Альметьевске уже обеспечены данной системой подачи информации. В Казани еще три дома. Она позволяет вести точный учет и контроль всех ресурсов. Вы счетчики тоже называют прибор учета, чтобы они передавали и через интернет, или через модель. Ребра, которые вы видите, это как раз канальная система охлаждения. В этом светильнике все не случайно. Суперстрит обладает суперспособностью, экономит электроэнергию. Он не просто освещает, он бережет ресурс даже за счет своей формы. Такие лампы провожают казанцев по дороге в аэропорт. Экономить помогают и районам республики. После замены дорожных фонарей на сельских трассах стало светлее и безопаснее. Если те светильники потребляли 150 ватт, светильник, которым устанавливал, потребляет всего 40 ватт. Сохраняя те же параметры освещенности на дороге. А это разработка студентов Энергоуниверситета. Суть – сделать комфортнее повседневную жизнь. По задумке ключ от домофона доставать не придется. Особенно удобно, если заходишь в дверь не с пустыми руками. Просто подходит ключ-карта, она у нее лежит где-то в сумке. Подходит к двери, там ключ этот считывается, она просто дергает дверь и она открывается. Сейчас у нас 290 тысяч, 284 тысяч. От умных счетчиков и ламп к глобальным проектам модернизации по ресурсо-энергосбережению промышленные гиганты рассказали об инновационных технологиях президенту республики. Интересных проектов сейчас предполагается по группе компании ТАИФ за счет внутреннего топливного ресурса, значит, реализовывать эффективные, такие энергетические. После на энергетику уже не смотрели, они и говорили на заседании правительства республики. Как отмечают эксперты, Татарстан, безусловно, один из лидирующих регионов в этой сфере за счет крупных предприятий. А вот небольшим компаниям экономить нужно больше, отметил Рустам Мениханов. Такой позиции, Ерик Андреевич, вашей тоже мы далеко не уйдем. Вообще надо поменять наше отношение к энергоэффективности. Я еще раз хочу сказать, что не только наши крупные компании, но и все компании должны обращать внимание на энергоэффективность. Республика, которая имеет избыточные энергетические мощности, сегодня покупает электроэнергию со стороны. Из-за того, что мы не конкурентны, у нас мощность есть, мы не конкурентны. Энергоемкость республики стала снижаться за 10 лет более чем на 14%. Но если ранее, Татарстан был на втором месте среди регионов страны, сегодня только на четвертом. Провал по доле светодиодного освещения в бюджетных учреждениях. Поэтому задача на ближайшие годы еще энергичнее сохранять энергию в регионе, а вместе с тем сэкономить миллиарды рублей. Альбина Слагараева, Андрес Интальцев, ТНВ, Казань.